Глава вторая Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут ловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово-развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших. Тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденную на уловлении и истреблении, злослове то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневные роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают невутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Besor, who loved the wages of unrighteousness. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимую бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. Обещают им свободу, будучи сами рабы тленья. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. While they promised them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome of the same, as he brought in bondage. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи. But it has happened unto them, according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again, And the sow that was washed to a wallowing in the mire.